Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Все, мы продолжаем дело по невыясненным обстоятельствам гибели известного русского певца Юрия Шатунова. Многие задают вопрос, а что делать? Все понятно вроде бы, как бы, ну я не знаю, кому-то что-то понятно, мне что-то понятно, что-то непонятно. Ну вот что делать? И как написать заявление в Следственный комитет? Или вообще, почему Следственный комитет не занимается этим вопросом? Вообще ведется ли следствие? Насколько я понимаю, ничего не ведется и ничего не велось вообще. Вот у меня нет никакой информации, что что-либо велось или какая-то там проверка велась. Мне кажется, нам просто всем наврали, ну мое такое мнение, наврали, с большой колокольницей, что называется, но поскольку население одержит и вас, извините меня, фанаты и поклонники Юрия Шатунова, точно так же вот эта вся группировка, она держит вас за идиотов, за баранов, за тупых. Ну если можно 60 ансамблей клонов сделать и все это прокатывало и никто не вякнул, то, ну, наверное, что-то баране в этом есть. Наверное, отчасти они правы. То есть если можно так вот дурить голову в наглое, никто даже не копнется. Почему-то вот люди, ну может быть наивность такая русского человека, наверное, мы должны понимать, что рядом с нами живут далеко не наивные люди или нелюди они, хазары так называемые, они изощренные в своем обмане, и самое главное, у них обмануть Гоя, это самый высший пилотаж. То есть это наоборот у них считается за очень хорошее дело. То есть они довольны, они получают удовольствие. Ну вот, поэтому знания нужны, нужны знания. О чем я говорила Юрий Шатунов, учиться, 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 учиться и еще раз учиться. А как учиться? Ну только все узнавать, интернет нам в помощь. Кстати, у нас сейчас появилась такая возможность, что можно буквально любую информацию найти, в любом случае понять что-то о ней, даже если вы вообще до этого ничего не знали. То есть что-то, все равно какая-то информация будет. И вот по поводу того, почему вопрос такой наивный, почему не действует Следственный комитет, почему он этим вопросом не занимается, не поднимает этот вопрос, не изучает и не ищет преступников, как мы вот думаем, что преступники тут есть. То есть что это не просто там от старости умер Юра Шатунов, как говорят, сердце у него поизносилось, а что здесь какой-то некий злой умысел. Ну и вот давайте посмотрим, что есть такой Следственный комитет. Это в обычном доступе, в поисковике вы набираете Следственный комитет Российской Федерации ОГРН, допустим, или ИНН, и вам выйдет это все. То есть все данные этой структуры. А что это такое за структура? Многие люди находятся, опять-таки продолжают, вот 30 лет продолжают жить в неведении в том, что все остается как при Советском Союзе. Нет, не остается как при Советском Союзе. Потому что в 1993 году произошел государственный военный переворот. Ельцин захватил власти. Вместе с Ельцином захватили власти американцы. Американцы сюда вошли во все структуры и создали нам свою американскую конституцию. Это объективный факт, который, опять-таки, никем не скрывается. Соответственно, после всего этого на всем пространстве Советского Союза были упразднены органы советской власти, а вместо них были выстроены коммерческие организации, управляющие компании. То есть все органы, практически все управляющие компании, они не государственные органы. Но существуют они на деньги советские, поэтому код 810 везде во всех платежках остался, существует. А у населения, которых сделали не гражданами, а физлицами у населения, существует такое понятие, как признак рубля. То есть мы понимаем, что нормальный человек, дееспособный, понимает, что это какая-то, извините, чушь собачья, признак рубля. Можно было бы еще сказать призрак рубля. Ну то есть ни о чем, вообще никак. Но тем не менее, это абсолютно официальный ответ. Если вы напишите в Центробанк, вам пришлет официальный такой ответ. Я, например, писала, мне прислали, что да, это нормально. Признак рубля – это совершенно нормально. И типа вам физлицы, дорогие, не о чем беспокоиться, дорогие бараны. То есть мы, в общем-то, делаем свои дела, а вы не парьтесь и живите себе спокойненько. Ну пока, пока. Вот такая, к сожалению, вот такая вещь. Ну и, собственно говоря, Следственный комитет, он тоже ничем не выделяется в этом вопросе, потому что давайте посмотрим на ОГРН. Вот есть ОГРН, цифры. Вот они, вот эти цифры. И дальше есть кодировка, расшифровка, мы ее посмотрим. Что еще на этом сайте? На этом сайте можно взять любую информацию, вот которая даже закрыта, но в полной версии это платная версия. То есть если хочешь получить информацию, надо просто заплатить. И ты получишь какую-то еще информацию, ну если кому-то что-то нужно. Вот, если вам это интересно, вы можете это посмотреть. Ну, надежность вот почему-то написана низкая, потому что есть отрицательные моменты. Ну, дело сейчас даже не в этом. Дело в том, что основной вид деятельности предоставление государственных услуг обществу. Общество. Алло, понимаете, да, в чем дело? То есть если не будет запроса, а у нас сейчас римское морское право действует на территории Советского Союза, то если нет запроса, заявительного права, то и нет ответа. Нет ответа, нет привета. То есть символу реакция. Ножкой не топнули, не нажали на педальку, лампочка не загорится, слюна не выделится. Все по собаке Павлова. То есть американцы, которые это все задавали, они не заморачиваются, они именно так и живут. Но теперь это у нас. И вот такие правила игры. То есть наш русский наивный человек, он думает, что все еще как-то там по совести. По совести, по чести нет. Здесь не совесть, не честь, а здесь есть правила игры, которые надо изучать. Надо просто включать мозги и изучать. Потому что по-другому ничего не получится. То есть никто вас не придет спасать. Спасение утопающих, как говорил Остабендер, дело рук самих утопающих. Ну вот, короче говоря, нужно делать запрос в эту контору, Следственный комитет Российской Федерации, и сделать его правильно. Опять-таки в правильной процедуре и в правильном тексте, в котором там есть уже свои секретики. Но для этого должны подключиться юристы. Так, а теперь давайте посмотрим, что означает цифра 1. В этом у нас, в этом, вот в этом номере, что это означает? Что означает? Расшифровка. Первое число в перечне, в данном случае цифра 1, означает, что конкретно этот номер, регистрация принадлежит частному юридическому лицу. Точно такое же значение имеет цифра 5. Нужно учитывать, если это ОГРН, начинается именно с нее. А вот если значение 2, то данный номер характеризует государственное учреждение. Если 3, регистрационный госномер принадлежит индивидуальному предпринимателю. Все понятно, все просто. То есть, если это 1, это фирма, коммерческая организация. Если 2, это государственное. А если 3, это ИП, индивидуальный предприниматель. Все просто. Соответственно, здесь предоставление услуг. Это фирма, коммерческая организация, юридическая коммерческая организация, контора. Точно так же, как Роспотребнадзор, я показывала год назад в своих фильмах, точно так же мы выходили на сайт и смотрели, что никакая попова, никакой не государственной деятельности, это все коммерсанты. Коммерсанты выдают себя за государственных деятелей. Они исполняют. Они не есть они, но они привирают, и вроде непонятно. Привирают, плюс у них еще есть административный ресурс, у них есть система устрашения. Соответственно, они, если что, себя в этом смысле обезопасили. То есть не все догадаются, в основном бараны, как они считают. Ну, собственно говоря, если люди не изучают это дело, если массе своей не хотят изучать, тогда это действительно баранье свойство. Ну, что тут поделать? Я не знаю, что тут поделать. Ничего не поделаешь. Поэтому в данном случае надо, чтобы кто-то из среды последователей, тех, кто любил, из умных людей, конечно, тех, кто любил Юру Шатунова, из тех поклонников, фанатов, нужно, чтобы появился хотя бы один активный человек, который бы нашел еще двоих активных, всего три надо активных человека, которые бы занялись этой работой, этой долгой, изнурительной работой. Потому что надо искать юристов, надо правильно составлять текст, надо сидеть в интернете, надо делать эти запросы, надо писать в соцсетях, чтобы это все освещать, надо сделать свой сайт или свой YouTube-канал, для того, чтобы там все это освещать, чтобы жулики какие сюда, потому что по всей возможности придется и какие-то деньги собирать на юристов. На эти дела. Хотя это все недорого, тот же самый запрос на составе дела, ну где-то десятку, десять тысяч нужно. Вот, ну это можно набрать. То есть люди, если... Но для этого должны быть люди в среде фанатов, которые безупречную репутацию имеют. Понимаете? Их должно быть, вот, говорю, тройка хотя бы, а так, может быть, еще несколько таких моментов, которые бы одновременно составили это письмо, чтобы их было много, таких запросов, именно по новым действиям, по новым обстоятельствам, чтобы все объяснили, все это вписать, все неувязки, все нестыковки, все вранье. Потому что уже сейчас скелет этого вранья, он очевиден. очень много нестыковок, очень много лжи, но и самое главное, то, что быстрое, скоропостижное кремирование тела, сжигание его, сжигание его, и тогда что-то пойдет. Тогда можно сказать, что у Юры действительно были фанаты, или были поклонники, которые действительно его помнят, и которые хотят разобраться в этой странной гибели. Итак, благодарю за внимание, впереди много интересного, подписывайтесь на мои каналы, на телеграм-канал, на Яндекс, Зен, ВКонтакте, группы, потому что я сейчас занимаюсь этой темой, а вообще у меня огромная информация по искажению истории. Я точно так же дотошно ищу и нахожу следы предыдущей цивилизации и того, что произошло в XIX веке. Но пока сейчас надо вот это дело завершить. Моя задача дать вам информацию. Всех вам благ, берегите себя, с вами была Галина Конышева. До свидания. Продолжение следует...